Без мини-футбола, но с новым торговым центром. В Петрозаводске возмущены футболисты. Их оставили без площадки для тренировок и соревнований. Был стадион и нет стадиона. Все произошло довольно быстро. Сейчас на месте футбольного поля просторы супермаркета. Обои, сантехника, все для ремонта. Зал почти не изменился. Правда, нет футболистов и завезли унитазы с ваннами. К новым супер- и гипермаркетам петрозаводчанам не привыкать. Но этот случай оказался каким-то особенно неприятным. Дело в том, что второй подобной площадки для мини-футбола в карельской столице нет. Места для тренировок и соревнований лишились более 130 футбольных команд. Обеспокоенность, если сказать одним словом. В госком спорте пожимают плечами. Рычагов воздействия у них нет. Здание в частных руках. А хозяин, как известно, барин. Каким образом это произошло, мы пока не знаем. Поскольку спортивный комплекс, ну, изначально он был собственностью нашего петрозаводского бумажа. Вот тогда, когда он передавался, шло акционирование. Он вместе с основными производственными мощностями передавался основным акционерам. А потом он уже, насколько вот нам известно, он передавался из одной фирмы, другой. И стал в итоге магазином. Цепочку рук, по которым прошла площадка в госком спорте, пытаются выяснить при помощи прокуратуры и петрозаводской мэрии. Задача – определить законность перепрофилирования спортивного объекта. К сожалению, это частная собственность. К сожалению, для нас может быть. Председатель Федерации футбола Александр Смирнов уверен, рано или поздно здание Наваркауса пришлось бы все равно покинуть. Футболистов раздавила неподъемная сумма аренды зала – 4 тысячи рублей в час. В прошлом году, если нам надо было проводить, ну грубо, около 600 игр в сезон, при стоимости 4 тысячи рублей, вы представляете, что 2 миллиона 400 тысяч надо только на арендную плату. В общем, плохие из футболистов получились арендаторы. И им предложили погонять мяч в другом месте. Александр Гнетнев, Александр Борисов, телеканал «Ника плюс». Продолжение следует...